Три дня в пункте сбора помощи бойцам на передовой Народного фронта в Чувашии кипела работа. Было принято более 250 коробок со средствами гигиены, которые собрали школьники, их родители и педагоги со всей Чувашии. В коробках влажные салфетки, полотенца. Это самый простой и удобный способ в условиях дефицита воды, чтобы выполнить минимальные гигиенические процедуры после выполнения важных боевых задач. В преддверии летнего периода, когда на передовой достаточно мало воды, мы решили поддержать наших бойцов и запустили по всей республике сбор влажных салфеток. В акции приняли участие советники директора по воспитанию, обучающиеся общеобразовательных организаций, родители обучающихся. Достаточно большое количество влажных салфеток собрали мы сейчас и отправляем на передовую. Но, кроме того, хотелось бы сказать, что практически каждый ребенок к влажным салфеткам прилагал не только свои усилия, но и написал письмо, добрые пожелания нашим солдатам. Надеемся, они помогут достичь большой победы. Учащиеся начальной школы номер два города Чебоксара не только собрали влажные салфетки, но и самостоятельно изготовили для бойцов сухой душ. В индивидуальные пакетики разложили кусочки ткани, пропитанные специальным средством, и вложили туда инструкцию по применению. Сотрудники школы номер 24 города Чебоксара рассказали о маленьком чуде, которое случилось с ними. Они долго искали такси, чтобы привезти собранные школьниками коробки. И случайно оказавшийся рядом человек, узнав, что в коробках находится помощь для бойцов СВО, вызвался бесплатно доставить их в пункт сбора помощи. По дороге Игорь рассказал, что сам он тоже бывший участник СВО. Вот так символично выстраивается цепочка добрых дел и взаимопомощи. Главное – не быть равнодушным. Любая помощь сейчас очень нужна. В рамках разговоров о важном в школах, посовещавшись с коллегами и ребятами, мы решили, что в предстоящий летний период нашим бойцам будет необходимо следствие гигиены. И мы собрали совсем небольшую помощь, которая сегодня им будет так необходима. Все для фронта и все для победы. А учащиеся их родители и учителя гимназии номер два города Чебоксары написали более ста писем для бойцов и сделали для них огромный красочный конверт. Идею такого привета с малой родины предложил давний юный друг Народного фронта, участник команды Путина Иван Новоселов. Кстати, недавно Иван вместе с семьей собрал и передал очередную посылку для бойцов. В ней подарки военным медикам сладости и трикотажные изделия. Вот это наша новая очередная посылка. Сегодня она у нас для женщин-врачей и санитарик. Здесь у нас очень много сладостей. Это у них, ну, как сказать, на чай, когда они устают после своей работы. Здесь есть носки для них же тоже разные, фиолетовые цвета, также шоколадки. Ну, тут больше всего сладостей. Подробнее о том, как поддержать наших бойцов, можно узнать на сайте проекта победа.онф.ру. Елена Яковлева, пресс-служба Общероссийского народного фронта в Чувашии. Жизнь столица.